так всем привет дорогие друзья сегодня у нас такое будет блоговое видео вот я тут решил как бы с ребенком погуляли почти с улицы ажах то хочется надо готовить я думаю ну чё сделаю два в одном одно ролик сниму ну и конечно же шаурму приготовили шаверму как-то называют в общем люблю это дело да конечно же по трудиться надо сделать еще вот как-то назад отрываться и короче забыл какие-то ребята восточные и невосточные в общем с такими шеями настройку их надо там от них будет много пользы так что у нас сегодня значит мы взяли для нашей шаурмы для нашей шаурмы взяли грудинку вот такую потом сыр взяли твердый горчица зернами сметана это у нас вместо майонеза будет потом кетчуп что еще у нас тут морковка по-корейски грудинка куриная помидорчик розовый розовый кстати вкусный так что видите розовые два яйца у нас без яиц вообще ничего не обходится так конечно же огурец свежий и огурец у нас марина сейчас мы приступим маленькая все это дело порезем на рыжем да вот не знаю на камеру это резать и уже показать готовый результат как вы думаете потриндеть на камеру да а потриндеть надо вспомнить темы вот на чтобы потриндеть и сегодня мечет описала женщина там вот по поводу пищевых добавок мог типа без спортивного питания вес не набрать так вот вес набрать я блин конечно же забыл включить микрофон эти извиняюсь поэтому надо сейчас нажать здесь кнопочку вот и он у нас включится не правда не видно ничего что там происходит поэтому мы сейчас еще встанем на стульчик ну чтобы у нас было слышно а то все это дело высоко стоит вот мы включили не знаю как сейчас будет качество отличаться не отличаться а уже потом смонтирую и посмотрим так и надо же нам все это дело нарезать так вот обратилась она ко мне говорит блин зале сказали что без спортивного питания масса не набрать так вот это кто-то сильно ошибаются потому что спортпит не столь важно не делал том что все такое спортивное питание это всего лишь пищевые добавки вот они начинают рассказывать ну и конечно же у меня тоже сейчас такая ситуация когда дело в том что всем приколами я прогрессирую очень быстро и скажем так хорошо прогрессирую вот и начинаю за спиной шептаться я там всякие вещи такие употребляю нет витамины да конечно есть они что думаю что я там такое что там из секретных лабораторий сша принимали или каких-то разработок советского союза или германских сороковых годов не знаю что они там себе думают уже сидят рассказывать что я гормон роста принимаю трин баллон анаполон где ногу где не интересно где их принимать не знаю в общем короче шепчутся 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 вот тут еще некоторые что-то там рассказываешь а мне видишь и массы набирать потому что у меня у меня рост небольшой потом мне вес легче жать потому что у меня руки короткие вообще у меня на этом самом на тех на канале подписчики накручены просмотры накручены все накручены и как это там по своей цель у соседа пипирка длиннее кажется и получается да что кажется все у меня легко ничего говорю у плохого танцора вернее плохому танцору яйца мешают они не тут начинают заливать все возможных было бы желание потому что тут кто хочет он делает а кто не хочет ищет причину чтобы не делать поэтому ребята если вы сильно хотите делайте не думайте просто берите и делайте ничего потом по ходу дела разберетесь что к чему только есть и с кем посоветоваться это хорошо обязательно советуетесь общайтесь с людьми конечно же не стоит людей попросту доставать как вот меня бывает достают я что тренирую на платной основе правильно ну как бы работа моя часть моей деятельности спортивная это не основной заработок конечно но тем не менее вот и все хотят чтобы я на них потратил свое время а время это у нас нынче ценный ресурс я буду обделять допустим свою работу которая мне доход приносит семью мою ребенка чтобы потратить на какого-то там условного васю петю часы своей жизни бесплатно там что-то советовать рассказывать причем они не считают нужным чтобы это как бы платить за у сферу услуг но это вот спортивного питания и там набирать ёпту иметь на 10000 рублей на 15000 рублей обалдеть можно а за консультацию там или программу составить допустим им жалко денег это ж ты шо а бесплатно а если бесплатно не проконсультировал то начинают трехэтажным матом ложись какого-то дьявола вообще непонятно чем сделка ну да в общем ладно всякие люди бывают идиотов много к сожалению так что не без этого а по спортивного питания к примеру вообще качаться конечно хорошо и хорошо когда есть добавки вот если эксперимент судить надеете то обязательно пригодятся на не рекламирую но протеиновые подгончики это вот такая вот тема это вообще обалденная классная вещь сладкие много белка есть со вкусом ореха со вкусом ванили на тебе блин там с медом еще чем-то шоколад просто обалдеть когда башню и хочет сладкого как бы это гораздо лучше чем снигерс но если уже долго на безоплеводке сидите ну тогда вы можете позволить себе к примеру съесть пиццу я так и делаю я ем пиццу если горчица круто если очень долго там допустим два дня на них белках сидим вот то я потом могу позволить себе съесть пиццу и не одну а целой две приблизительно 50 сантиметровая но и где-то пол килограмма 1 вот такого размера две штуки заходят на ура потом такой опухший опухший весь как пчелы покусали класс вообще обалдеть так надо что-то разложить но сейчас мы тут разложимся немножко надо еще яйца поджарить сейчас включим газ и поджарим наши яйца две штук я вообще очень много яиц ем что я там допустим как только нашим спортом заниматься там начали есть много белка яиц много я с ним я здесь очень много есть семья там какой-то сломание жил вот много яиц потреблял у меня даже один раз была аллергия кстати один раз в жизни аллергия была на яйца это когда очень сильно так чешешься именно высыпать на груди это на животе яиц принять яичного по-моему то ли от челка то ли от белка вот и с тех пор в общем все никаких нет аллергии ничего нет нет единственное что у меня там хреново конечно усваивается животный белок но это как бы не проблема в общем то чтобы не было проблем с жкт можно к примеру употреблять возьмем оливковое масло вольем или обычное мне вообще кофе в принципе оливковое или обычное как-то не важно вот чем я говорил я забыл черт подыхай а так вот про яйца мы говорили на вот и у меня как бы проблемы с жкт постоянно были меньше гастрит был там все такое в общем сложная ситуация была сидеть подолгу нельзя было определенном положении и так далее сейчас в принципе проблем особых нету благодаря спорту кстати попутно тоже многих проблем желудком я лишился частности я избавился от изжоги изжоги скорее благодаря одному очень хорошему препарату называется ноль базов есть стать его аналоги можете посмотреть в интернете у нас препарат называется ноль базов кока-кола вот мой фазу пробиваете ее определенное количество времени и потом все изжоги у вас уже не будет никогда смотрят футбол у меня в последний раз и сжога плаги так году 2016 приобрести ноль базов лечился и с тех пор сел ни разу у меня не было и джоги реально круто а я пил всякую херню там крови сконы принимал там еще чуть там было всякие таблетки пил непонятные вот и они еще ну как они помогали но только время то есть пока я кьешь пока не помогает а потом как-то продавец мне такая говорит а чё ты мог ты побегаешь тут берешь все твои писали рунду возьми 0 пару и забудешь об изжоге я взял неправда забыл все и жульки по сей день это круто соль соль надо же яйца посолить наши яйца посолить посолили яйца так а теперь на наш лаваш намазать до лаваш ложку и еще одна лаваш нам высыпать горчицу и сметану горчицы мы немножко буквально где-то чайная ложка высыпали потом берем сметану сметану мы тоже так не особо это много у меня здесь 15 процентная сметана почему 15 для того чтобы калорийность не повышать потому что символем 20 процентную 20 процентов калорийность соответственно так наношняйте период крышку я куда-то делал не пойми куда перевернули покажу как они жарятся как видите вот так вот они обжариваются наши я перевернул на другую сторону и сейчас не познается чтобы не было жидкого желта так мы переместим немножко на наш лаваш камеру вот сюда просто черт подержи так немножко вот этот выставить час так тут я уже наложил это дело сейчас мы размешаем размажем все это дело вот так вот делаем чтобы все это сотни часов точно было так вкусно ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням закрываем горчичку сейчас мы еще выложим на яйца готова можно выкладываем на лаваш нашу корейскую морковку корейский морковка однако да вот так вот мы берем пару жменья как немного что-то так мелко-мелко нарезана вообще прям вообще и вот так вот положим все это дело боюсь не может чего ваша здесь не хватит ну-ка еще страшно такая мелкая чем этот мелко нарезали неплохо это неплохо сейчас мы там возьмем наши продукты которые нарезал яйца в принципе яйца уже можно парочка есть у нас выкладываем на на лавашек 1 сюда 1 вот сюда дальше у нас идут остальные продукты вот они сейчас мы их будем выкладывать мы возьмем помидорку положим вот так вот три штучки сильно много было одну мы сидим а пока кусочек откушу а потом да я выкладываем курицу нашу мясо больше было было вкусно выкладываем грудинку рядышком грудинка у нас сочная вкусная нем ням-ням-ням сыр конечно же тут у нас получается 5 кусочков сыра я нарезал маринованный огурец выкладываем вот так вот у нас мы выложили свежий огурец положим немного чтоб у нас все это дело вместилось потому что я так смотрю уже довольно плотненько сюда лежит такой кучкой немаленькой по углеводам у нас здесь не так шумно самый углеводистый у нас здесь это морковка и лаваш лаваша лаваша у нас примерно там где-то сто пятнадцать граммов это приблизительно 200 с лишним калорий то сниму и все остальное короче в общем у нас здесь должно получиться где-то фиг его узнается в калорий короче немного калорий будет вас уже на надо я за это не переживать вот здесь получается 200 калорий в овоше у нас нам это у нас 50 грамм углеводов ну плюс-минус тому помидоров там огурцов принципе немного плюс этот самый морковка где-то граммов 70 углеводов и сегодня еще съел один батончик там 20 граммов углеводов было здесь 70 80 90 грамм углеводов за сегодня если это немного белок я вообще не считаю то есть ем как обычно не как видите форму принципе держится неплохая при том что я я вообще не считаю калорий то есть я уже классно мелком я себе там что-то приготовил и в основном все белковые протеин у меня есть протеин у меня кстати о прошлом видео как-то показано сегодня еще себе взял креатин креатин классная тема кстати вот взял еще съездил вот такие вот протеиновые батончиками у меня это допустим утром встал побежал вкусный завтрак побылику на ходу сделал все все нормально ну или конечно же чтобы сникерсом есть потому что сникерса такое недостаточно место так а у меня на телефоне недостаточно место придется сейчас немножко отключить и перейдем на нашу камеру вот да как то так сейчас пока на камеру и поснимаем на основную потому что на телефоне уже нет места нет места поэтому будем снимать на камеру вот так кто подальше поставим все телефон не вырубаю и переходим на нашу камеру так ну чё 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 заворачиваем наш лаваши сейчас принципе съемка наш уже подходит концу протеин у меня от этого микс 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 если кто знает стоит синяя банка микс внутри что называется классная тема вообще говяжий протеин если у кого-то проблемы с лактозой плохо усваивается сахар этот самый лактоза молочный бурление происходит из-за казино всяких потом сыворотка точно все связано с молочными продуктами вот проблема у людей с лактозой и у меня сейчас такая же проблема поэтому я взял говяжий протеин что у меня не было вздутия ну и соответственно и так есть у вас проблемы с белком то тут нужно как бы скажем так играть с разными видами белка потому что от каких-то проблемы могут быть от каких-то нет ну как то так поэтому нужно искать что именно вам подходит сейчас мы тут наш лаваш завернем завернем возьмем вот я щас камеру вот так подвину вот и сейчас мы это дело так вот аккуратненько плотненько чтобы у нас все было порвался уже рвется он из-за того что раз размяк полежал вываливается назад его назад кому сказал назад в общем-то вот и все вот наш лаваш и готов зажать вот здесь все вот такой у нас лаваш получился прям как моя банка по размеру почти мужицкий размер ням ням сейчас мы еще наверно это для фоточки на сделаем то есть на крышечку на или вот так вот как как будет получено можно и вот так вот все а ваш надо же тарелочку а то без тарелочки как они камильфо не собачки без тарелочки куш поэтому положим на тарелочку помидору норовит выпасть в общем вот такой у нас сегодня лаваш получился такой диетический римусный полу диетический самое такое у нас там чё там это кетчуп морковка ну и самого все все остальное ням-ням белочки широчке самое главное ой извините сейчас начнется там уродует речь тогда ладно не буду употреблять эти наречия коверкование слов и так далее поэтому самое главное в рационе чтобы у нас для нормального похудения и построения хорошей фигуры нужно сократить до минимума углеводы но убирать полностью их нельзя потому что потом ты станешь такой плоский весь нехорошо энергии будет мало настроение будет плохое и в общем вообще себя будешь плохо очень чувствовать поэтому иногда разрешается подкидывать угли побольше к примеру когда я делал допустим пиццу поеду им вот но мне так соревнованием выступать не надо и там есть тоже свои специфика определенную то есть надо за определенное количество времени кушать что-то нельзя столь убирается там и так далее короче такое ну вот но это у нас сейчас миссис межсезонье это это не просто можно это обязаловка ребят вкусно пожрать все любят и это надо делать потому что как будет знаете ли вместе долго сидеть на хреновой диете питаться всякой гадостью потом конечно где ты начинаешь ненавидеть начинаешь срываться и вообще потом бросаешь ты это гиблое дело а когда научиться готовить батончики жиры вкусные протеины все там этот самый коктейль себе делать что надо чтобы диета была не в тягость а в радость так что вот такой вот на сегодня блоговое видео было приготовил шаурму на кадру не знаю как у меня получилось там не получилось в общем ставьте пожалуйста лайки вот не скупитесь на комментарии может еще что-нибудь там пообщаемся поговорим посоветуемся чё кому надо в общем подписывайся канал всем спасибо пока